Продам дом в пяти минутах от моря, если споткнуться в тридцати секундах. Кто пишет, с таким домом можно пропускать день ног? С таким домом день ног каждый день. Моё состояние каждое утро. Ща чутка полежу и соберусь. Осторожно, низколетящие совы. Пропал Чихуахуа. Ну не то чтобы это смешно, просто я наблюдаю некоторую взаимосвязь между этими табличками. Кажется наступил тот долгожданный момент, когда я не помню уже половину фильмов сериалов, которые смотрел за жизнь. Поэтому наконец-то смогу их пересмотреть словно в первый раз. Старость не радость, но есть конечно свои плюсы. Да, мы сейчас пересматриваем все фильмы Форсаж. Недавно пересматривали Хоббита и Властелина Колец. Парни такие, конечно я выспался. И выглядят вот так. Что случилось? Твоя волосня опять забила слив. Напоминаю, что я все еще не замужем. Кто пишет, хорошо, вот там и оставайся. Взрослая жизнь это когда делаешь все что хочешь, как только сделаешь все что не хочешь. А когда сделаешь что не хочешь, ты уже ничего не хочешь. Эх, жизнь. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова и сегодня у нас новая подборочка угарных мемасиков. Поехали. Встретив в лесу медведя, начните раздавать листовки. Он сделает вид, что не заметил вас и пройдет мимо. Когда не хватило денег на вторую дверь. Кто пишет, это же гениально. Я нанял попуга, чтобы он следил за мячиком. Где здесь попуг, а где мячик? Дорогие наши женщины, пришло время открыть вам страшную тайну. В мире просто не существует мужчин, которым нравятся огромные губища. Единственные, кому это может понравиться, другие женщины, которые будут над вами смеяться. На заметку. Сидите ли вы в театре с мыслью о том, что эти их люстры жесть какие огромные. И надеюсь у них хорошее крепление. Боже, надеюсь она надежно закреплена. Я просто не сижу в театре. Я захожу в овощной отдел. Прилавок с зеленью. Кинза. Петрушка. Я вот не жалею, что не закупился биткоинами, когда они стоили по 15 баксов. Потому что если бы ими закупился именно я, биткоин бы сейчас стоил 1 доллар максимум. Наконец-то я понял, кто я из диснеевских принцесс. Я усталочка. И это самый тёплый сентябрь за последние годы. Валера, как погода? Опять 25. Это я чувствую вину и угрызение совести, когда потратил свои собственные деньги, которые заработал сам. А ведь мог бы макароны сварить, мажор. Если бы мне платили 1 доллар за каждый мем, отправленный другу. У нас в центре хороший бесплатный психолог. Обратись к нему. Бесплатный психолог. Почему бы тебе просто не сдаться? Ложись в лесу и позволь мху поглотить тебя. Хороший психолог. Сегодня к нам в ветеринарную клинику привезли похитителя печенья. Либо у меня паранойя, либо они что-то замышляют. Они думают, как ещё свести тебя с ума. Это вы ищите человека с 5-летним опытом работы во фреймворке таком-то? Да. А ничего, что я этот фреймворк 2 года назад написал? Пусть пока опыта набирается и не делает мозги уважаемой конторе. Через 3 года пусть приходит. GTA 5. Рекомендую. На один раз зайти. Поиграть можно. 2161 час. Говорят, мужчина всё ещё ни разу не выходил. Староста. Ребят, пары отменили. Оставайтесь дома. Я в маршрутке с выключенными уведомлениями в беседе. Посоветуйте логопеда. Девочка, 28 лет. Не может выговорить, извини меня, пожалуйста, я была не права. Ваш уровень владения языком? Могу облизать ножи блендера, не порезавшись. Хе-хе. Ну, блендера я не умею, а вот миксер всегда облизывал. BMW 520. 1 миллион 800 тысяч тенге, судя по всему. Здравствуйте, продаёте? Да. Вложений нету? Есть. А почему не здороваетесь при общении? Здравствуйте. Здравствуйте, что хотели? Я считаю, что нам нужна двойная порция ночного времени суток. Одна ночь для сна, а вторая для бодрствования, чтобы заниматься своими делами. Бездельничать, прокрастинировать и всё такое. День, естественно, должен быть один, потому что по большому счёту он нафиг никому не вписался. Ну, разве что птичкам. И жаворонков нафиг. Когда они в 12 утра звонят тебе и начинают грузить работы, это невыносимо. Агент ФСБ. Сначала не понял, а потом как понял. Слышь? Думаю, да. Как думаешь, путешествия во времени возможны? Хы? Чего? Я молча еду в такси. Таксист внезапно. Надвигаются тёмные и тяжёлые времена, друг мой. Сюжет любого Мортал Комбата. Когда приезжаешь на юг, первое время думаешь, как же здесь хорошо и почему я тут не живу? А потом к тебе в комнату залетает хитиновая кракозябра размером с Владу Калину и ты такой, ааа, вот почему. Братан, твой дом мой дом. У нас здесь так. Мужчина встретил в реке маленькую выдру. Малыш не стеснялся и тоже попал в блок. Я. Надо лечь пораньше. Мозг. Но ляжем попозже. Я. Но ляжем попозже. Учитель. Не бойтесь, этот тест не будет сложным. Тест. Как выглядит Шрек? Он очень привлекательный, добросердечный, красавый, фигуристый. Ну тут всё подходит. Мальчик. Мешок киндеров. Мужчина. Ммм, кырсосичка. Как я сплю, зная, что моему начальнику пришлось нанять трёх человек, чтобы заменить меня после моего ухода. Начальник, когда понял, что я хожу на работу ради денег, а не ради процветания его фирмы. Док, мы в каком году? Где-то между 1965 и 2023. Мы на заводе УАЗ, тут непонятно. У меня был отвратительный день. Я сидел на остановке, как вдруг подошёл этот пёс и положил лапу на мою руку. Я просто пельменный суп варю. Картоха, лук, морковь, лаврушка, по пять пельменей на рыло. При недостатке средств сильно выручает. Я это называю суп с фрикадельками в мундире. Приемлемо. Будь у тебя машина времени, что бы ты исправил в прошлом? Я. А ну пошёл обратно в воду, никакой эволюции. Я утром на работе смотрю на еду, которую принёс на обед. Решили с супругой по средам говорить только на английском. Любые вопросы, любые фразы должны звучать только на английском, ни на каком другом языке. Поэтому мы по средам не разговариваем. Агрессивно молчит на английском. У меня друг стоматолог, и когда он приезжает в гости, после этого я какое-то время тщательнее чищу зубы. Само его присутствие напоминает или советы даёт. Да не, просто я вижу его очередную новую машину, часы, телефон, и как-то рука сама за щёткой тянется. Ну нафиг, лучше сам почищу и сэкономлю. Я просто хочу, чтобы вы знали, что у учебника по химии в Шри-Ланке на обложке изображён Джейси Пинкман. Чего? Да ладно. Кто пишет у них, наверное, на учебнике по анатомии Декстера, на поварской книге Лектор, на введении в космонавтику сам Спок, а на механике Вин Дизель. Чё-то сейчас осознал, что эта бумажка 50-ка рублей. И офигел. Блин, а ведь реально. Пол жизни окучивал её, ухаживал за ней. Наконец-то она ответила взаимностью. И выросла одна карташина на весь огород. 30-летние ровесники, я. Никто, мемы от друга в 2 часа ночи. Мать в оленяха с валенятами. Да, я купил растения в свой ксеноморфный горшочек. Знакомьтесь, это алоэ по имени Демогоргон. И он будет жить с нами. Кто пишет самый лучший горшок, что я видел? Теперь нужно построить зикурат. Нужно построить зикурат. Опять работа. Не обращайте внимания, у меня варкрафтовые флэшбэки. Посвящается тем, кто после названия месяца добавляет слово месяц. В январе месяце я сломал руку конечность, так что теперь лежу на койке мебели в больнице здании. И ем апельсины фрукты, купленные тётей родственницей за 150 рублей денег за килограмм вес. Главное всё уточнить, конкретизировать. Я забываю выключить музыку для медитации. Собака через 6 часов. Были в отпуске. Заболел. Температура 39. Дочь также подходила и трогала лоб. Очень мило. Никогда не забуду её фразу в один из моментов заботы. Папочка, ты ещё не остыл. Нет, дочь, папа ещё не остыл. Детская непосредственность милая и беспощадная. Я недавно ехал в лифте и там маленькая девочка зашла такая, смотрит на меня вверх такая, говорит, дядя, а у вас зубик кривой. Я только улыбнулся и говорит, да я знаю, спасибо, что сказала мне ещё раз об этом. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны и смотрите другие мои видосы. Переходите по ссылочке в описании на наш сайт mimosk.ru, регистрируйтесь и публикуйте свои мемасы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на паблик мемоск вконтакте, на канал в тиктоке, на рутюбе и читайте нашу солёную книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. Ну и конечно, переходите по ссылочке в описании, покупайте наши когтеточки Tachimurchi, суперкрепкие когтеточки с ковролиновым покрытием и очень понравятся вашим котикам, ссылочка в описании. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!